МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Сегодня депутаты Госсовета Чуваши обсудили на своей площадке, как исполнен бюджет 2012 года. Это объемный документ, почти 100 страниц печатного текста. И обсуждался он на протяжении двух часов. Законопроект уже прошел через самые разные этапы. Побывал на публичных слушаниях и получил рекомендации. И вот сегодня свое решение по нему вынесли депутаты. Подробнее Ольга Григорьева. Доклад о том, сколько, куда и как тратили бюджетные деньги, представил министр финансов Чуваши Михаил Нездряков. 2012 год стал благоприятным для экономики. Министр остановился на значимых событиях года. А Чуваша получила неплохую оценку двух ведущих международных рейтинговых агентств. Рейтинговое агентство «Бюджет» подтвердило Чувашской республике рейтинг с прогрузом стабильной. И в августе 2012 года международное рейтинговое агентство «ФИЧ» присвоило Чувашской республике долгосрочные рейтинги тоже на достаточно высоком уровне. И еще одна оценка уже от правительства России. Гранд республики за эффективное управление общественными финансами. Деньги отразились на цифрах бюджета, а он остался социально ориентированным. Здравоохранение, образование и социальная политика – все эти направления были в приоритете. На них приходилась львиная доля расходов. Бюджет 2012-го остался дефицитным. Расходы составили свыше 42 миллиардов рублей, доходы – более 40 миллиардов, дефицит – свыше 2 миллиардов рублей. Отрадно, что в структуре доходов выросли собственные – это налоговые и неналоговые поступления. Вместе с тем, республика выполнила обязательства по обслуживанию госдолга. Комитет рекомендует утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Чувашьей Республики за 2012 год, приняв закон на проект в двух течениях. Уже в прениях депутаты не один раз делали реверанс лично министру финансов и за грамотное обслуживание госдолга в частности, и за работу в общем. С трибуны звучали вопросы по поводу своевременного и полного освоения денег, эффективности работы власти и оценки ее на российском уровне. По другим поводам депутаты критиковали, к примеру, работу отраслевых министерств и предлагали. За последние годы, особенно в 2019 году, резко повысилась статья или, скажем, суммы неэффективного использования бюджетных средств. Данный факт, на наш взгляд, является довольно тревожным фактором и, наверное, основанием для немедленного реагирования руководства республики и руководства кабинета министров. Доклад министра финансов мне понравился, он взвешенный, убедительный и считаю, что та функция, которая возложена на данные отраслевой министерства, она исполнила по полной программе, даже очень хорошо, никаких здесь возражений нет. То, что доходную часть собственной доходы мы увеличили в 2012 году на 1,8 миллиарда рублей, и это очень хорошо. Очень хорошо. Оно должно быть еще лучше. Мое предложение, вот я обращаюсь к кабинету министру, давайте подумаем, может быть, на самом деле мы все-таки объединим науку и промышленность, создадим новое министерство, которое будет называться науки и промышленности. И главная цель поставим этого министерства, это как раз внедрение новых инновационных технологий, создание инновационного климата в республику. И как следствие у нас появятся новые рабочие места, увеличится налог НДФЛ, поступление налога. Естественно, налог на имущество увеличится. Ни один вопрос не остался без ответа. Министр отвечал свойственно ему манере, спокойно и, как всегда, демонстрировал знания тем. Что касается неэффективного использования средств, заметил, что нарушения прошлых лет выявлены в 2012 и, соответственно, вошли в статистику. После обсуждения депутатов делись голосовать, большинство выступили за, против, пятеро, воздержался один. Среди тех, кто выразил несогласие, справедлива Росса. Таким образом, пытались привлечь свои позиции и внимание руководства региона к озвученным проблемам. Ольга Григорьевна, Андрей Шоклев, Республика. День химика в этом году стал для жителей Вурнар не только традиционным праздником, но и днем перемен. Поселок преобразился на глазах. Организаторы постарались на славу. Новые детские площадки, мост и праздничная программа оказались по душе и детям, и взрослым. Открытие детских площадок – это только начало преображения Вурнар. Уже принято решение, что следующие площадки будут открываться в тех дворах, которые победят в конкурсе по благоустройству. Будем вместе стараться поддерживать это все, дарить детям лучшее. Вообще очень рада, спасибо большое за фирму «Август» за такую площадку. Каждый день тут очень много детей, все гуляют, все радостные, спасибо большое. Мы очень рады, что такая возможность, такая фирма, как «Август» сделала нам такой большой подарок. В Вурнарах решили перенять опыт Финляндии, где созданы все условия не только для жителей городов, но и для маленьких поселков. И мне очень хочется, чтобы в Вурнарах было точно так же. Все продумано, все умно, чисто и красиво. Для этого не надо много денег. Для этого надо много желания у жителей, которые живут в Вурнарах. И я надеюсь, что мы вместе понемножку, шаг за шагом, будем превращать Вурнары в город-сад. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Долгожданный мост построили за считанные недели, и жители поселка оценили подарок по достоинству. Очень замечательное событие для наших Вурнаров. Мы очень рады, что наконец такой красивый, очаровательный мост есть. И очень тяжело нам было ходить вот через этот овраг. Переходили туда, дальше мы ходили. А сейчас, например, мы очень рады этому мосту. Хоть мы в любую сторону теперь можем пойти. После вручения подарков в Урнарцев ожидала и концертная программа. В завершении праздника в Урнарцы болели за футбольную команду «Химик». Татьяна Филатова, Елизавета Хмелева, Андрей Шоклев, Александр Петров. Республика. Сегодня свой профессиональный праздник отметили пограничные войска. В этом году службе исполнилось 95 лет. Их задача – держать границу на замке. В экстренном случае именно они примут на себя первый удар. Ежедневно на охрану российских рубежей выходят десятки тысяч бойцов. Чувашские пограничники сейчас служат по всей России – от Калининграда до Камчатки. О тех, кто уверен в зеленой фуражке, расскажет мой коллега Дмитрий Ковалев. Отслужив несколько лет на суше, в южных регионах он решил круто изменить свою жизнь и теперь охраняет морские рубежи страны. В Чувашу Алексей Степанов вернулся ненадолго. В родной республике он проводит свой первый отпуск. Уже летом улетит обратно за десятки тысяч километров на Камчатку. Там меньше чем за год молодой человек дослужился до старшины. Говорит, что об этом мечтал всегда. Я хотел, чтобы подальше от дома быть и, во-первых, привидать места красивые, то есть, как Петропавловск-Камчатка славится. Вот, например, там вулканы всякие, море рядом. О своей службе на Дальнем Востоке он готов рассказывать бесконечно. Необыкновенные по своей красоте места. В эту чужбину Алексей влюбился сразу. Его долг охраняет российскую границу. На нее в последнее время часто посягают японцы и корейцы. За руку приходится ловить и браконьеров, которые охотятся на рыбу и крабов. Корабль, на котором служит пограничник, патрулирует необъятное побережье полуострова. На долгое время, на месяц, на полтора месяца уходим. Это все зависит от вышестоящего начальства. О своем выборе он не пожалел ни на минуту. Чтобы надеть форму пограничника, Алексей прошел серьезный конкурс. Тесты на полиграфе, специальные проверки. Случайных людей в этой службе нет. Причем она становится все популярнее. Три года назад в Чувашии было отобрано 50 кандидатов. В прошлом только 20. Свободные вакансии постепенно заполняются. Наши ребята, юноши и девушки служат от Калининграда до Камчатки. От побережья Северного Ледовитого океана до Кавказских гор. Много наших ребят служат в пограничных управлениях в Республике Ингушетия, в Чеченской Республике, в Абхазии. Девушки также отбираются для службы. Они, как правило, проходят службу в пунктах пропуска в крупных международных аэропортах и морских портах. С 2008 года в пограничных войсках отменили срочную службу. Со всеми, кто прошел отбор, заключают контракты. Управление ФСБ каждый год набирают кандидатов и для поступления в высшие учебные заведения пограничного профиля. Те, кто держит российские рубежи на замке, свой праздник стараются отмечать вместе. Курсантов, офицеров и ветеранов в этот день поздравляют генералы и желают только одного – чистой контрольно-следовой полосы. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Среди правоохранительных и силовых структур самой креативной стоит признать службу судебных приставов. Каких только лозунгов не придумывают они, чтобы воззвать к совести неплательщиков. Недавно в Чебоксарском аэропорту приставы провожали туристов со словами «хочешь в отпуск? Проверь долги». Приставы отмечают – большинство выезжающих за пределы страны предпочитают проверять долги заранее. Но есть и такие, на кого не действуют напоминания и увещевания. Специально для забывчивых в аэропорту оборудовали передвижной пункт прием платежей. Расплатиться можно было по квитанционной книжке. Выписка из нее подтвердит, что долг погашен. Надо отметить, что все проштрафившиеся перед приставами граждане нашли необходимые суммы и расплатились. Отдых в Анталии того стоил. Напомним, даже незначительная задолженность может сорвать ваши отпускные планы. Приставы имеют право наложить ограничения на выезд за границу России, а его отмена после погашения задолженности может занять около двух недель. Узнать о наличии задолженности и ограничении права выезда за пределы страны можно, воспользовавшись сайтом управления. 30 мая приставы проводят День открытых дверей, посвященный проблемам взыскания алиментов. В этот день с 14 до 17.00 можно будет получить правовую консультацию как сотрудников службы, так и уполномоченного по правам ребенка Чувашской республики. Прием граждан без предварительной записи в новом здании по адресу улица Энтузиастов, 34А. Пока в минувшие выходные по республике шли дожди, под Канашом на голову людям сыпалось кое-что похуже. Нателенные пункты в двух километрах от Канаша атаковал град размером с грецкий орех. Жители рассказывают, поднялся сильный шквалистый ветер, он принес ливень и крупный град. Кто-то сравнивает его размер с виноградинами, а кто-то утверждает, что льдышки были крупнее. Град начался где-то в 2 часа 5-10 минут, шел минут 5, наверное. Как раз мы ремонтировали пруд в Овраге, трактор работал там на смошной камкадор. Работу приостановили, я сам стал под дерево, там рядом было. Но град сильный был, крупный был, как лесные орехи крупные. Вот одна женщина говорит, даже голову поранила. Но у нас тут таких сильных ущербов нет. У нас даже одуванчики скосило, кролям кушать не осталось. У соседов теплица окна разбило. Говорит, что толщина 2 мм была, толщина месте стоят. У другого полиэтиленовую пленку сдуло с теплицы и унесло в дальние дали. Пластиковая вагонка вся в дырах, часть вырвало и унесло в сторону пленки. Кстати, самка наш стихия, судя по всему, помиловала. Жители города говорят, что у них не было даже дождя. А сейчас о спорте. Они все работают в одной команде, но на несколько майских дней коллеги превратились в непримиримых соперников. В Чебоксарах открылись соревнования «Газпром-Межрегионгаза». Они выезжали из своих регионов инженерами, менеджерами, специалистами и руководителями. А в Чебоксарах превратились в футболистов, волейболистов, пловцов и легкоатлетов. Наш город уже во второй раз принимает соревнования среди региональных газовых компаний по Волжье. Сражаться за победу в различных видах спорта приехали команды из 13 регионов России. Чувашский народ занимается спортом, любит физическую культуру и практически каждый третий житель занимается спортом. Кто профессиональным спортом, кто каждый день просто делает таленту. Я благодарю всем тем регионам, которые приехали на Чебоксарскую землю. Я уверен, что на самом деле вы покажете на этом соревновании свои мастерские достижения. Добрый год и желаю побед! Спасибо! Подобные соревнования компания проводит с 1999 года. В этом году за места на пьедестале будут бороться 25 спортсменов из Чувашии. На данный момент у нас основной вид в этом году, наверное, я думаю, будет футбол. Потому что за последние несколько лет были приняты на работу молодые специалисты, в частности, наверное, футболисты. И вот у нас предстоят задачи в основном выйти в следующий этап. Впрочем, в следующих этапах в этом виде спорта у наших футболистов есть и серьезные соперники. По футболу мы уже третий год занимаем первое место в «Газпроме» и «Газпроме». По женскому и мужскому волейболу тоже. И по теннису первый раз. А здесь мы участвуем, в третьей группе. В третьей группе участвуем только по гиревому виду спорта. По легкой атлетике и по плаванию. Потому что никак не победим, чтобы выйти в первую группу. В спортивной столице «Газпромовцев» чебоксары будут до 30 мая. Ну а победители этих соревнований встретятся на следующих этапах спартакиада компании. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика. Настоящий медальный дождь обрушился на Республику этой весной. За два месяца чувашские спортсмены отличились на четырех международных стартах. Чехия, Англия, Кипр, Словакия. С наградами оттуда вернулись восемь человек. На родину они привезли пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль. Герои мировых пьедесталов накануне собрались вместе. Победители чествовали в Министерстве спорта. Недавно за каждого из них держали кулаки все жители Республики. Сейчас спортсменов называют не иначе, как героями. Их медали дорогого стоят. Людмила Шорникова завевала награду высшего достоинства на первенстве Европы по пауэрлифтингу. В эту победу мало кто верил. Но вместе со своим отцом, тренером из Аликовского района, девушке удалось взять золото. В своих силах перед отъездом на Кипр был уверен и самбист Олег Иванов. К схватке юноша готовился долго. Не спугали его и серьезные противники. На родину он тоже привез золотую медаль. В финале я попался с Азербайджаном. Был хороший соперник. Выиграл за счетом 1-0. Не дал ни единого шанса. Всю встречу как бы вел. Настоящее чудо совершили чувашские ходоки на прошедшем недавно Кубке Европы. В командном зачете женщины завевали золотую награду. Надежде Леонтьевой удалось пополнить медальный багаж еще одной серебряной наградой. Теперь тренеры нацелены на Олимпиаду. Впереди усиленная подготовка. Амбиции есть. Девочки работают. Я им очень довольна. Сегодня руководство было очень довольна в техническом плане, как девочки шли в первую очередь. Что в спортивной ходьбе 90% имеет место быть на результате. Победителей вновь награждали. Правда не медалями, а цветами и свидетельствами о получении диновременной денежной премии. Каждый месяц им будут выплачивать стипендии. Тренировки впереди, а пока же многие спортсмены ушли в заслуженный отпуск. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика. Национальное телевидение Чуваши. Это от ребят и их родителей 1 июня на праздник от программы «Бухта-барахты». Ведущие детской передачи во главе с дядюшкой Бухом будут ждать гостей в 11 часов у кинотеатра «Мир Луксор». При себе просьба иметь хорошее настроение. Желание участвовать в конкурсах, а также попасть в объектив нашей видеокамеры, приветствуется. На этом я с вами прощаюсь. А сразу после программы «Республика» специальный репортаж о закрытии 6-го Чебоксарского кинофестиваля. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова